В прямом эфире программа Доброй Райницы, Беларусь. В фильмографии нашего сегодняшнего гостя огромное количество великолепных режиссерских работ, и среди них ваше любимое собачье сердце, мастер и Маргарита. И в этом месяце народный артист Российской Федерации Владимир Бортко презентует новый проект о любви. Доброе утро, Владимир Владимирович. Доброе утро. Спасибо, что вы нашли время заглянуть в эфир нашей программы, тем более, что мы в прямом эфире. Час ранний, я не знаю, или для режиссера нет раннего часа? В этом случае нет раннего часа, потому что я очень рад, во-первых, быть в Белоруссии. Спасибо. Или как бы по-белорусски в Белоруссии. В Белоруссии. В Белоруссии, да. И в Минске. Я здесь бывал довольно часто, но еще один раз и приехал с колоссальным удовольствием. Тем более, что очень хочу представить вам, дорогие друзья, мою новую картину под названием... Извините, пожалуйста, на возраст сделайте скидку о любви. Простите, пожалуйста. Владимир Владимирович, о любви. А о какой любви эта картина? Вот о той самой любви. А ну там 18 плюс, насколько мы знаем. Нет, уже 16. Уже 16 плюс. Ну, в общем-то, да, там кое-что можно посмотреть для тех, кто этим еще интересуется. Вот, да, действительно, можно посмотреть. И для меня, в общем-то, достаточно необычная картина. Она абсолютно аполитичная. Это, пожалуй, единственная картина моя, потому что обычно я... Любая моя картина – это прокламация политическая. А здесь нет ничего. Здесь ни о Великой России, ни о судьбах народа, ничего этого нет. Здесь, друзья мои, о любви, потому что это, пожалуй, самое главное. Я в этом убедился, мне достаточно много лет. Это самое главное. Ну, вот мы видим, конечно, да, и певцов, и Чадов, и Миронова, да, такие громкие имена в вашей картине. Как проходили кастинги? Были ли у вас какие-то сомнения? Главную роль режиссера, вот как вообще режиссер определяет? Кто? Вы сразу видите, какой образ? Или это происходит на кастинге? В зависимости от таланта. Вот у вас как раз сидит сейчас, только что была на экране экспресса главной роли, это Чиповская Аня. Это монофильм, что называется. Фильм практически про одного человека, про одну женщину, про нее. И это было достаточно сложно. Это как в балете, знаете, когда балерина крутит фуэте, 32 оборота, а мужчина, значит, рядом стоят, поддерживает. Вот тот самый случай, когда так же точно и здесь. Это женский фильм и монофильм, фильм, собственно говоря, об одном человеке, о женщине, о ее судьбе. Довольно, я бы сказал, сложный, скажем так. Ну, женские судьбы простые не бывают. У мужчин бывает, наверное, попроще, а у женщин, наверное, сложно. Вот. Когда я еще получал денежки на эту картину, поскольку государственные деньги, то потом, выйдя из, так называемого, питчинга, когда у нас проходит, защищаешь свой проект, то корреспонденты спрашивали, о чем это кино? Ну, как рассказывать об этом, об этом? Ну, знаете, Анна Каренина. И вот тут-то все и началось. Вот Бортко снимает свою версию Анны Каренины. Ну, в общем, что-то общее, конечно, и есть, поскольку сюжет называется «Вечный». Но, тем не менее, это оригинальная история, и Каня Каренина отношение имеет опосредственное, я сказал бы. Хотя, в гражданстве верт женщина с мужем, хорошая женщина, и думает, что она его любит. Это так. Но появляется? Но появляется другой человек, и вдруг выясняешь любовь, и совершенно другая. Вот самый треугольник. Ну, тут, я бы сказал, это четырехугольник, поскольку там он тоже не совсем, так сказать, свободен. А, это не все просто? Нет, совсем не просто. Поэтому приходите, друзья мои, посмотрите, и более того, если вы вам скажете... А, еще одно интересное. Я когда смонтировал картину и показал своим же участникам группы, готовой, а они у меня на 85-90% женщины, они посмотрели, снимали, смотрели, сопели, смотрели, а потом говорят, да, 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 нормально, хорошее кино мы сняли, нормально. Ну, и стерва, сказали они про главную героиню. Я-то думал, что она хорошая. То есть, а женщины отсидели по-другому? А женщины абсолютно, то есть, ну, и стерва. Более того, сейчас было несколько показов, и, так сказать, зал расходится вот так, 50 на 50. Мне очень интересно, что вы скажете, друзья мои. Да, белорусское мнение составим обязательно. Очень интересно, да, конечно, да. Уверен, оценит по достоинству. Владимир Владимирович, вот на съемочной площадке, насколько вы строг, либо лояльны? Нет, вы знаете, с актерами по-другому нельзя? Почему нельзя? Ну, я выполняю свои функции, мне за деньги платят, понимаете? Ну, вот я не знаю, будем снимать вот «Красную шапочку», допустим, вот мы сейчас снимаем, да? Ну, «Красная шапочка», «Мама», «Голк», «Серый», да, а давайте мы сейчас снимем, ну, не знаю, гений, я не знаю, триллер «Красная шапочка», значит так, мама пьет и «Красную шапочку» специально отправляет в лес для того, чтобы, значит, ее съел бог. Можно так снимать? Да запросто. Ну, вот я придумал такую сферу, допустим. Значит, актеры уже меняются, правда, да? Разместа. Вместо «Мама» такая благостная, короче, какая-то шуткая пропоится. Это моя работа, это так и нужно, я выбираю актера в зависимости от того, что они должны играть. Они или соглашаются со мной, и тогда играют, или не соглашаются, тогда они играют. Вот, собственно, вся простая история. А мне, кстати, всегда было очень интересно, вот вы говорите, да, я смонтировал фильм. Вот актер, да, у вас громкие десантные имена, они как-то могут повлиять, вот сказать, ой, слушайте, я там получилась, но какая-то яд, нет, все, уже ничего. В кино вообще это очень сложно. В театре человек, актер играет от начала до конца, в общем, представляет себе, мягко говоря, то, что он делает. В кино это очень сложно, потому что, я говорю, снимает сначала конец, потом начало, потом середина, и здесь нужно просто ему объяснить, что было до этого, как, куда, зачем, и что подгадать. То есть, вот поменяйте, что-то я там немножко, вот полноватая вышла, не работает, все, режиссер сказал, сделал, режиссер на это надо. Ну, конечно, да, это полностью, и я отвечаю за свою работу полностью, это так. Владимир Владимирович, а вот еще такой вопрос, есть ли какая-то разница, и может быть сложнее экранизировать классиков, нежели, например, вот современные сценарии? Сложнее, потому что ты понимаешь, кого ты экранизируешь, друзья мои. То есть, грузоперс на сцене, да? Если у тебя Гоголь, или у тебя Достоевский, вот, то вы понимаете, как-то со своим скромным талантом подходить довольно сложно. Вот в этом все дело. Так, ничего, замечательная литература. Вот, и ничего, никакой разницы большой-то нет, важно другое. Существует два способа экранизации, если у нас есть время, 30 секунд. Одно из них, это тогда, когда режиссер находит что-то для себя важное в книге, и потом дальше развивает. Ну, я не знаю, Тарковский весь на этом. Замечательное кино получается. Он вовсе, так сказать, не пересказ того, что было. И другой способ. Например, я считаю, что это мне так кажется, что писатель написал об этом. И хочу вам об этом рассказать. Своё мнение о этой книжке передать вам. Вот чем я и занимаюсь. Поэтому будет почти дословный текст в фильме. Понятно, да? Вот, собственно, вот есть два способа. Один из них вот я исповедую. Если вы смотрели, и вам как-то что-то понравилось, мне будет очень приятно. Но не понравилось, не судите с того. Вы знаете, смотрели и смотрим, и пересматриваем. Как я в детстве боялся Шарикова. Как мы все до цитаты, все наизусть, жесты. Скажите, вот понятно, мы простые люди, да, мы пересматриваем ваши фильмы. Мы не очень простые, начнем с этого. По многу раз. Ну, интересно, а сами вот, вы пересматриваете свои картины? Ну, знаете, я скажу честно, нет. Ну, хотя бы от начала до конца смотрели хоть раз? Ну, конечно, смотрел, есть и раз. Я смотрю, когда я делаю картины, по семьсот, тысячу раз смотрю. Но если вот случайно встречаете, листаете... Ну, иногда, да, несмотря что, иногда, да, конечно, да. Иногда смотрю до конца, иногда, если я уже... Но бывают ощущения, вот в эти два кадра я бы немножко по-другому сделал. Да, иногда такое бывает, иногда такое бывает. Ну, чаще всего, думаю, что неплохо сделал, парень. Здорово. Как хороший парень, хороший человек, замечательный человек. Какой удивительный сегодня гость, друзья. Вот в такие моменты, правда, хочется еще раз просто ценить радость этой жизни и радость своей работы и возможность встречаться с такими удивительными людьми. Спасибо вам огромное. Мы желаем успеха в вашей новой картине о любви. Уверен, что белорусский зритель оценит по достоинству ваше творение. И почаще, просто почаще... Большое спасибо, дорогие собры. Я правильно сказал, да? Да. Я думаю, что Белоруссия для меня, как выясняется, не совсем родное место. 500 лет тому назад отсюда появилась моя фамилия. И в армии вы служили тоже в Белоруссии. И в армии, спасибо. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был народный артист Российской Федерации Владимир Бортко, режиссер, сценарист и удивительный человек. Субтитры сделал DimaTorzok